Вы тоже это видите, Вальдемар Юрьевич? Виолетта Борисовна, ничего я там не вижу. Вам, пожалуй, стоит обратиться к школьному врачу. Катя, ты же Соне звонила, она тебе ничего не говорила, надолго ли к бабушке уехала? Просто это всё так внезапно. Я-то звонила, но она как-то неохотно со мной разговаривала. Сказала просто, что в другую школу переходит и всё. Да, не переживай ты так, Эльграф, она ж не в другой город переехала. Вы можете после уроков общаться или на выходных пойти погулять. Это Кул Китс. Крутые детки. Привет, меня зовут Ксюша и я из команды крутых деток. Кул Китс это первый детский художественный ютуб сериал, где сценарий пишут сами зрители и подписчики. Пишите ваши школьные истории в комменты, можно реальные и выдуманные. Лучшие из них лягут в основу наших новых серий. Ставь лайк, подписывайся на все каналы крутых деток, обязательно заглядим наш инстаграм и увидимся в будущем. Нет, заново. Сонечка, мы с тобой встречаемся около 74 дней. На эту дату я хочу подарить ей подарок. От этого любая девочка растает. Это что, мне? Давай, Юра, давай! Давай, Юра, 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 выиграй. Даня, Данечка, давай, ты у меня самый сильный, не сдавайся. Юра, давай покажи, кто в этом классе самый крутой. Здесь не готов. Вам, хоккеисты, ничего не светит. Мне кажется, что еще чуть-чуть, и девочки сами начнут с силами мериться. Ага, они обе хотят, чтобы именно их парни считали мистера мускулом. Ой, Юрка, смотри, не лопни от натуги, а то пыхтишь, как самовар. Ты за собой следи, я тебя сейчас одно право сделаю, и все увидят, что клюшки и шайбы отстой. Что ты говоришь? Любишь клюшки? Ну все, мальчик, попрощайся с рукой. Юра выиграет! Даня! Юра! Даня! Юра! Даня! Юра! Даня! Юра! Даня! Юра выиграет! Даня выиграет! А почему Эльграф такой грустный? И чего это он телефон из рук не выпускает? Так он с Соней, наверное, переписывается, а грустный, потому что ее родители отправили помогать бабушке. Точно! Я же ей звонила. Соня к бабушке уехала в другой район и в школу другую перешла. Но я все равно не понимаю. Она же не из города уехала, а просто теперь в другом районе живет. Что грустить-то? Юра! 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 Даня! Здравствуйте, Вальдемар Юрьевич! Стоп! А где Виолетта Борисовна? У нас же сейчас география. Сегодня я буду вести урок вместо нее. А что это вас так мало сегодня? Неужели инфекция гриппа? Среди нас могут быть зараженные. Да скорее всего, у них воспаление хитрости. У нас сегодня четвертым уроком должна была быть контрольная. А как всем известно, контрольная пробуждает все болезни. Так, Юра, тебя я назначаю ответственным за обеспечение домашним заданием всех отсутствующих. Хорошо, Вальдемар Юрьевич. Итак, записываем тему сегодняшнего урока. А что у нас доска такая грязная? Игнат, а ну-ка намочи тряпочку. Капец, уже тряпками кидаются. Никакого уважения к ученикам. Чего ты там себе под нос бормочешь? Я говорю, конечно же намочу, Вальдемар Юрьевич. Уже бегу. Молодец, Игнат. Дуй на место. Полин, Ксю, я сейчас видел, как Настя документы у директора забирала. А прикиньте, она сказала, что переходит в другую школу. Офигеть. И Соня в другую школу перевелась. Ну и кто следующий? Так, Игнат, ты что там девочкой отвлекаешь? А ну-ка прекратил. Последнее китайское предупреждение. А китайское это как? А ты попробуй еще раз дисциплину нарушить и узнаешь. Итак, продолжаем урок. Так, географию сплавила Вальдемару Юрьевичу. А вот от математики откосить не получится. Конечно, не так я себе представляла жизнь после портала. В этом мире магами считают тех, кто одет в дурацкую одежду и что-то там кукарекает на непонятном языке. Точно, нужно в экстрасенсы податься. Надо с Вальдемаром Юрьевичем это обсудить. Блин, и в столовку не успею заскочить перед уроками. А это что еще такое? Так, либо кто-то из учеников опять ввыб притащил, либо мы рано расслабились. В этом мире надо быть на чеку. Что это за субстанция такая? Надо срочно выяснить. Виолетта Борисовна, добрый день. У вас все хорошо? Вы на урок, надеюсь? Добрый-добрый, Вальдемар Юрьевич. Да, на урок. Мне еще с вами поговорить надо. Вы тоже это видите, Вальдемар Юрьевич? Виолетта Борисовна, ничего я там не вижу. Вам, пожалуй, стоит обратиться к школьному врачу. Знаете что, Вальдемар Юрьевич? Вот сами туда и идите. И вообще, мне урок надо вести. Итак, х равно у квадрат плюс 25. Скобка открывается. Так, з помноженная. Скобка вторая открывается. Так это что получается? Эту дымку никто, кроме меня, не видит. Ни Вальдемар Юрьевич, ни дети. Интересно, что стало с Ксюшей и Полиной? С виду никаких изменений. Что же происходит? Может, кто-то из моего мира меня разыгрывает? Но почему тогда Вальдемар Юрьевич ничего не замечает? Ксюша, Полина, не отвлекайтесь мне. Я специально ради вас по дворозу повторить не буду. Что это с Воблой? Девчонки же спокойно сидели. Не знаю. А ты видела, как Вобла застыла? Как будто привидение увидела. Катя, ну как тебе не стыдно? В ее возрасте это нормально. Девчонки, а чего это к вам в обла цепляется? Да, а теперь до конца урока самостоятельное изучение темы по учебнику. Сидеть тихо, я сейчас приду. И кто будет шуметь, поставлю двойку. Ну что, Даня, продолжим честную борьбу на руках? Расплюнуть, тебе хана, Юрчик. Это мы еще посмотрим. Так, ну давайте без этих ваших обезьянных развлечений. Вобла же сказала тихо сидеть. Да сейчас, я по-тихому Юрчика сделаю и все. Ага, или я тебя. Да, тихо точно не получится. Сейчас и Саша с Лизой бежать начнут. Эй, Вирджиния. Блин, девочки, лучше реально на местах сидите. А то после прошлого раза у меня левое ухо хуже правого слышат. Так, ты сейчас вообще без ушей останешься. Давайте спокойнее. Эльграф, иди за парту, будешь судьей. И смотри, чтоб Даня не жульничала. Ты офигел? Это кто еще жульничает? Ребят, можно как-нибудь без меня? Я сегодня не в настроении. О, Игната позовите, пускай в коллектив вливается. Так, Игнат, а ну дуй сюда. Да не, я тут с девчонками пообщаюсь. Как говорится, не суди сам и не судим будешь. Хм, мудро. Ребят, мне надо выйти, прикройте. Меня тоже. Вы что, потерпеть не можете? Пять минут осталось. Сейчас вас Вобла в коридоре поймает и всему классу капец. Мы незаметно. Ой, да поршик на запрет этой Воблы. Юра, давай, давай. Ты сможешь, ты выиграешь. Ты сильней, давай. Нет, Юра. Даня. Юра. Даня лучше всех. Нет, Юра лучше всех. Даня. Ты же Соне звонила, она тебе ничего не говорила, надолго ли к бабушке уехала. Просто это все так внезапно. Я-то звонила, но она как-то неохотно со мной разговаривала. Сказала просто, что в другую школу переходит и все. Да не переживай ты так, Ильграф. Она ж не в другой город переехала. Вы можете после уроков общаться или на выходных пойти погулять. Да с этими дополнительными занятиями вообще нет времени на личную жизнь. Тем более, если эта личная жизнь уехала в другой район. Ладно, что-нибудь придумаю. Вирджик, Ильграф симпатичный, да? Кать, ты что, надумала в Ильграфа влюбиться? Ну вот что ты сразу начинаешь? Ничего я не надумала. Просто обратила внимание, что он приятный парень. Ну да, ну да. Не надумала она. Ильграф вообще-то в Соню влюблен. По уши. Ой, Вирджиния, я тебя умоляю. Ну сколько-то любовь продлится. Сама же все слышала. Допов много, район другой, школы разные. Спорим, не пройдет и месяца, как Ильграф не будет знаки внимания оказывать. Ну давай. На что спорим? На что бы поспорить. А давай на желание. Окей, желание, так желание. Ильграф, разбей, пожалуйста, мы тут поспорили. А в чем хоть суть вашего спора? Да так, чисто женские заморочки. Не обращай внимания. Ну, и как я узнаю, кто из вас спор выиграл? Да ты не переживай. Ты-то как раз первой узнаешь. Да, Вирджиния, как всегда, оказалась неправа. В коридоре облах даже и не пахнет. Ну да, было бы странно, если бы у нас в коридоре рыбой воняло. Дурочка, я про Виолетту Борисовну. Не пропускают ни одной серии вот девочки. Можно они с вами сфотографируют? Конечно, можно. Хоп! А я с тебя понял. А меня ты что не берешь? А я думал, с какой стороны подойдешь? Давай. Ближе, ближе. А мне к этому спрос. Дурочка, ты снимаешь? Ой, класс. Спасибо большое. Исполнение детской мечты. Приходите еще. Продолжение следует...